Доброе утро, уважаемые радиослушатели, в эфире «Формула права». С вами я, Анастасия Ибрайчева. Обсуждаем мы сегодня, на мой взгляд, непростую тему, хотя достаточно интересную, и главное, что эта тема существует. В бизнесе российское и английское право, сходство и различие, обсуждаем мы сегодня. И у меня в студии Антон Ситников, партнер, руководитель корпоративной практики слияния и поглощения Goldsblad BLP, и Матвей Коплаухи, руководитель группы в корпоративной практике слияния и поглощения этой же компании. Доброе утро, Антон, Матвей. Доброе утро. Собственно говоря, вот непростой вопрос, российское и английское право. У меня к вам самый первый вопрос, а почему вообще мы это обсуждаем? Ведь в достаточно развитых странах, как правило, во внутренних сделках применяются законы той страны, в которой все это происходит. У нас нередко применяются те законы, которые внешней страны, то есть английское право. Почему? Почему недостаточно российского или что? В связи с чем это? Ну да, действительно, если позволите начать. Это, наверное, одно из таких, мне кажется, ярких отличий российской правовой системы и российской экономики от большинства, как минимум, западноевропейских стран. Иностранные клиенты, которые обращаются к нам, часто недоумевают, которые впервые приходят на российский рынок, почему невозможно или не очень комфортно использовать российское право для сделок слияния и поглощения, то есть когда приобретается какой-то бизнес, как правило, это делается через покупку акций, долей в обществах с ограниченной ответственностью, либо покупки акций холдинговых компаний за рубежом, что, наверное, менее как бы релевантно для вашего вопроса. Но если даже идет прямая покупка российского бизнеса, часто российского права не очень достаточно. И это сильно удивляет многих новичков на российском рынке. В большинстве стран, если взять Италию, Германию, Францию, в них используются, как правило, местные правовые системы, свое собственное французское право, германское и так далее. В России для меня, в первую очередь, наверное, как для российского юриста, к сожалению, английское право продолжает доминировать, даже для исключительно российских, я бы сказал так, сделок. И основная причина кроется, о чем мы, собственно говоря, будем говорить подробнее чуть позже сегодня, в первую очередь не в законодательстве или в каких-то законодательных пробелах, с которыми сейчас законотворцы борются, а, наверное, в первую очередь в правоприменительной практике. А в чем? Вот расскажите. То, что многие институты, которые признаны в английском праве и в большинстве стран, которые я упомянул, во Франции, в Германии, которые опосредуют сделки купли-продажи бизнеса, не, скажем так, применяются в российской правовой системе в широком смысле слова. И, наверное, в первую очередь препятствие для этого это правоприменительная практика. А какие институты? Институты, ну, давайте начнем с каких-то примеров конкретных. Это наиболее явный, это заверение гарантии, или гарантии, наверное, как наиболее часто используемые, когда продавец акций говорит о том, что определенные события соответствуют действительности. Причем события, касающиеся не предмета сделки, а именно акций, которые он продает, а связанные с бизнесом того общества, того эмитента, чьи акции продаются. Наиболее явная проблема, которая крылась здесь, так скажем, и выстрелила в правоприменительной практике, то, что суды считали, что акционер, продающий акции, особенно если речь идет о каком-нибудь маленьком акционере, может не располагать всей полнотой информации для того, чтобы делать соответствующее заявление о бизнесе, эмитенты, чьи акции продаются. В то время как в английском праве, опять-таки, тема нашей обсуждения, английское право, факт того, что он... Это его проблема. Абсолютно. Я просто сейчас аналогию представила. Яблоко, внешне красивое, замечательное яблоко. Я продаю яблоко человеку, оказалось, что внутри оно совершенно коричневое и гнилое. Он же вернет мне это яблоко, хотя я в общем и целом могла. Я не знаю, что оно внутри коричневое. Ну вот, если расплагать, но это моя проблема, я продала некачественное яблоко. Это, ну, как бы я совсем приземлила вопрос до понятных, наверное, каждому человеку каких-то материй. Здесь, наверное, то же самое. Ну, тогда такая проблема. Но так как акции и доли гораздо более комплексный товар, и, естественно, можно также в российском праве потребовать возврата акций и долей, если вдруг они, что называется, не того качества, продавец не располагал правами на продажу его и так далее, и так далее. Но это более комплексный товар. Если смотреть на него как товар, да, упрощая, он обладает, он трансформирует в себе некие экономические права на тот бизнес, эмитенты, чьи акции продаются. И в российском праве всей полнотой информации в отношении бизнеса располагает, соответственно, единый личный исполнительный орган, который к сделке может не иметь никакого отношения. Вот в английском праве абсолютно не имеет никакого отношения. Располагаешь ты информацию, не располагаешь. Если ты даешь гарантию, делаешь заверение, то подразумевается, ты провел надлежащую проверку, ты располагаешь надлежащую информацию для того, чтобы сделать это заявление. Если ты это не сделал, то твои риски. А последствия? А в праве требовать убытки, которые она понесла, и которые она бы не понесла, если бы то заверение было бы в соответствующем действительности. Что добавить? Вы так внимательно слушали, мне кажется, что вы хотите что-то добавить, хотя я про себя, например, подумала, у меня сразу в голове возникло, что были приобретены акции, что-то там происходило, уже эмиссии были дополнительные, уже это совсем процент другой может и так далее. В некоторых ситуациях достаточно сложно взять это все и вернуть назад, а если это и произвести, я имею в виду, по российскому законодательству, то права обеих сторон явно не будут защищены никоим образом, и хотя бы даже иногда той стороны, которые физически, которые были нарушены вот этими какими-то недостойными поведениями или плохой информацией. Да, совершенно верно, но на самом деле, мне кажется, для многих слушателей, как в принципе и для юристов, которые не работают по сделкам, все равно вот очень сложно понять, ну как-то российское право, у нас есть гражданский кодекс, есть регулирование, ну вот почему, зачем все идут за английским правом? А у нас действительно по некоторым исследованиям, в том числе и цифрам отдельных юридических фирм, подавляющее большинство там средних и выше средних по размерам сделок, совершается по английскому праву. Я совсем недавно общался с одним адвокатом, который занимается судами, и он спросил, ну вот почему, почему английское право? И знаете, мне пришла в голову такая аналогия, если вспомните фильм «Бриллиантовая рука», да, когда герой Юрия Никулина там пытался выбрать подарок, искал там пальто, да, говорил, а есть такое только с другими пуговицами, там статы, но без крыльев. Вот российская система, российское законодательство, это, если проводить аналогию, это вот такой магазин советского образца. Вот вы зашли, там есть одно пальто, одного фасона, и максимум, что вы можете выбрать, это какой-то размер. Английское право, это такой мегамол, это мега, где куча магазинов, у вас есть большой выбор, а даже если вы не найдете то, что вам подойдет, вы можете пойти в ателье, и вам сделают по вашему заказу. Вот если выражаюсь образно, вот эти есть различия между российским законодательством и английским. Поэтому, естественно, бизнесмены, которые хотят не просто договор, а договор, где они смогут учесть все свои интересы, они, естественно, приходят, обращаются к российскому законодательству, увидят все, что им максимум, что могут предложить, это одна глава гражданского кодекса о договоре купли-продажи, там судебная практика, которая далеко, там, например, от покупки бизнеса, имеет очень мало к этому отношения и нерелевантна, и, собственно, все. И остается выход, это какая-то более развитая правосистема. Другое дело, почему именно английская там, а не немецкая или французская, ну, такие исторические причины, в том числе и конъюнктура бизнеса, именно консалтинга здесь, в России. Если позволите, тоже два комментария здесь дополнить, которые, мне кажется, очень важны. С одной стороны, не хотелось бы уходить в вопросы правоприменительной практики в части судов. У нас очень уважаемые и опытные судьи, как в ветви арбитражных судов, так и в общей юрисдикции, которые сейчас, соответственно, возможно, будут на высшестоящей инстанции объединены. Ну, я не хотел бы уходить в это, потому что я все-таки человек, который занимается сделками, но так или иначе не учитывать, как сделка может выставить в суде, это важно. Невозможно, соответственно. Но что здесь очень важно сказать, это то, что отличие от английских судов или арбитражных судов, международных третейских судов, от подхода в большинстве случаев, к сожалению, российских судов, и опять-таки нельзя их винить за это, потому что, наверное, многие десятилетия или годы истории именно были на цель на то, что они именно рассматривают спор именно таким образом. В принципе, вот английский суд, он в первую очередь смотрит на, и третейский суд, на то, о чем стороны договорились, буквально толкуя договор. При этом там есть вопрос справедливости и так далее периодически возникает. Если есть какой-то спорный момент, он пытается из совокупности всех обстоятельств понять, а что стороны имели в виду договориться, но создали некую двусмысленность в договоре. То есть в первую очередь английский суд смотрит на намерение сторон, и он толкует тот договор, который они заключили. Абсолютно. И даже шире. Я сейчас немножко перебью, две минуты новости, возвращаемся в эфир. Итак, мы продолжаем обсуждать сегодня тему российское и английское право, сходство и различия. У меня в гостях Антон Ситников, партнер, руководитель корпоративной практики слияния и поглощения Goldsblood BLP, и Матвей Коплаухи, руководитель группы в корпоративной практике слияния и поглощения компании Goldsblood BLP. Антон, вот мы с вами обсуждали как раз именно этот вопрос. В чем же разница? В чем разница? Этот лейтмотив еще начал нас смотреть, сказал, что здесь у нас есть магазин советского образца, одна глава АГК и немножко практики, которая не ко всем ситуациям относится. И, допустим, некий мегамол, в котором указано, в котором есть все, что нужно, а если чего-то нет, то можно сделать свое. И вот вы говорите о том, что, Антон, что в первую очередь по английскому праву толкуется, что же хотели стороны на самом деле, да, вот в данной ситуации, а что у нас в нашем праве не толкуется, особенно с учетом последних извинений. Я думаю, что касательно намерений сторон, то в большинстве случаев при разрешении споров судьи так глубоко не смотрят. То есть они смотрят, естественно, буквальное написание договора, то, о чем договорились стороны, но какие-то сопутствующие документы, как правило, исходя из моего опыта, они рассматриваются. И более того, если посмотреть там несколько лет назад, когда практика была достаточно удручающей, если касательно соглашений акционерных и так далее, когда, как мне кажется, суды, опять-таки у нас состязательный процесс, может быть, на поводу более сильной стороны, более сильного адвоката, пытались найти какое-то обоснование того, почему конкретный договор противоречивал каким-то нормам законодательства, от которых можно было отступать, на самом деле. Но для суда в той или иной ситуации, может быть, было легко признать договор в целом недействительный, либо какие-то его существенные положения недействительные, нежели разбираться, я уж не говорю, про намерения сторон. А скажите, пожалуйста, вот в данной ситуации мы сейчас говорим, что в английском законодательстве оно несколько шире толкует вообще то, что стороны хотят при заключении сделки. Нет ли, вообще существует ли препятствие, если у нас условно есть некие, два юридических лица, которые хотят заключить некую сделку российских юридических лица, да, мы, понятно, не иностранные, мы берем российское, и одно, и другое. Они могут заключать такие сделки, применяя английское право? Ну, есть некоторые теоретики, которые считают, что достаточно некого иностранного элемента на уровне акционерном, в частности, для заключения, для подчинения сделки иностранного права, в том числе английскому. Но я слонен здесь консервативно рассматривать. Я считаю, что все-таки, когда российские юридические лица вступают в взаимоотношения между собой, и если предмет непосредственно на территории Российской Федерации, то есть они не покупают акции какой-нибудь иностранной компании, да, они обязаны использовать российское право. Они обязаны использовать российское право, и более того, я думаю, что это будет и прагматичный способ выбора для них. Не всегда как бы они смогут, как сказал Матвей, договориться обо всех деталях, о которых они хотят договориться, но так или иначе, если это какой-нибудь особенно небольшой бизнес, то использовать сложные англоправовые конструкции, которые, как правило, должны рассматриваться в третейских судах, международных коммерческих арбитражах, это может быть просто экономически нецелесообразно. Но здесь некий баланс того, хотят ли стороны иметь четкую юридическую договоренность между собой и, соответственно, то, как они будут потом принудительно исполнять решение того или иного суда. Но, опять-таки, повторюсь, если это исключительно российские юридические лица, если предмет сделки в России, то они, в принципе, ограничены в выборе права. И я думаю, что это вполне обоснованно. Это, на самом деле, во всех странах так. Я бы еще, может быть, пару комментариев. Один комментарий я сказал, почему, собственно, английское право, а не французское и немецкое. И это, на самом деле, как мне кажется, очень важно учесть и российским законотворцам. На самом деле и французы, и немцы, пусть они с этим не соглажаются, зная их, ну, не то, что не любовь, но, скажем так, соперничество с англосаксами в широком смысле слова во всех областях и в этой тоже, они, на самом деле, лет, там, 30, может быть, назад, когда все вот эти сделки МНД, если они поглощения, купли-продажи бизнеса активно развивались, они, в принципе, позаимствовали большинство институтов, которые англосаксы использовали исключительно в рамках конкретных контрактных взаимоотношений, а французы и немцы, используя лишь принцип свободы договора, по большому счету, не инкорпорируя это на уровне статутов в своих странах, начали их использовать и применять ровно так же, как применяли англосаксы 50-60 лет назад. И, на самом деле, тот принцип свободы договора всегда был в российском гражданском праве. И, с моей точки зрения, если смотреть либерально... 421-я статья, но только это все тоже, может быть, иногда подвержено некоторым условностям. Согласен, но, к сожалению, степень условностей иногда очень высока. Вы сейчас сказали, Антон, такую фразу, даже не фразу, а мне вопрос скорее хотел задать. Вот смотрите, получается, что у нас в нашем государстве, если есть некоторый иностранный элемент в виде либо страны сделки, либо предмета сделки, стороны нередко приходят к тому, что хотят в крупных и средних сделках, по вашим словам, применять английское право. А в данной ситуации, опять же, вы говорите о том, что российского не всегда хватает, либо оно бывает слишком... Имеет узкие рамки, скажем так. Да, я бы от себя добавила, что не всегда можно еще предусмотреть, если сделка, как вы сказали, выстрелит в суде, как она выстрелит. Это тоже не всегда можно у нас заранее предусмотреть. Очень разная практика бывает по одинаковым вопросам. А бывает, что она просто кардинально на 180 градусов меняется через несколько лет. Пишешь документы, исходя из одного, когда он начинает работать, уже совершенно другая практика. Тем не менее, что-то происходит у нас внутри страны. Как по-вашему государству вообще реагирует на такое использование английского права внутри страны у нас здесь? Мне кажется, что этот вопрос беспокоит в широком смысле общественность, как на уровне исполнительной власти, законодательной власти, так и на самом деле практикующих юристов. Адвокатов, судей в какой-то степени. То есть потому что невозможно знать права, и тут сегодня французская, завтра немецкая, послезавтра даже самая популярная английская, да? То есть здесь, в принципе, достаточно сложно. Он беспокоит, но, наверное, я бы, наверное, хотел достаточно остро сказать, что мне кажется, что все те изменения, которые сейчас происходят, они в большей степени строятся на именно изменении законодательства. То есть внесение, корректирование гражданского кодекса и так далее. Причем часто, понятно, что очень многие группы влияния, сильные теоретики делают свои предложения по внесению, практикующие юристы делают. И иногда, когда несколько векторов влияния сталкиваются, не всегда та поправка, которая в конечном итоге в виде текста появляется в изменении в гражданском законодательстве либо в иной отрасли, является наилучшим компромиссом. Иногда это нечем-то непредсказуемо. По факту оно уже есть. Ну, оно не совсем у нас есть. Оно вот, я даже не знаю, не всегда это просто сказать. Иногда бывает, когда вышестоящий суд одну линию сказал, чуть ниже судебные акты выносятся по другой линии. А приходишь в суд, одни с одной стороны, другие с другой, каждый свой несет подходящий судебный акт. А суд говорит, а у нас вот вышестоящий конкретно вот этот суд. И он нам завернет вот то, что вы говорите. Поэтому уберите, пожалуйста. Мне один раз так сказали, уберите ваше постановление пленного Верховного Суда. Уберите. У нас касаться выше, они по-другому считают. Вообще здесь есть определенный парадокс, потому что, с одной стороны, вот да, мы страна непрецедентного права, но при этом, казалось бы, если мы непрецедентного права, у нас суды должны иметь больше возможностей вот самостоятельно рассматривать, принимать решения, не руководствоваться какими-то жесткими стандартами. А парадоксальному ситуации, наоборот, противоположное. У нас суды очень зажаты рамками. Да, они зажаты первое, это рамками гражданского кодекса, несмотря на то, что есть свобода договора, и зажаты рамками вышестоящих инстанций, вышего арбитражного суда. Но вообще, вот отвечая на ваш вопрос, который вы задали Антону, я бы, может быть, добавил следующее. Безусловно, государство видит эту проблему, оно пытается ее решить. Действительно, основной упор сейчас делается на изменение законодательства, хотя, очевидно, что этого недостаточно. Недостаточно просто поменять гражданский кодекс. Нужно менять инфраструктуру. Вот это очень важно. А с другой стороны, на мой взгляд, есть некие такие вещи, которые государству, ну, они просто противоречат друг другу. Ну, посмотрите, мы меняем гражданский кодекс, пытаемся приблизить, сделать нашу систему наиболее гибкой. С другой стороны, мы видим, что у нас объединяет высший арбитражный суд и Верховный суд. Вот мы недавно, между прочим, программу, извиняюсь на секунду, буквально перебила. По поводу третейских судов обсуждали мы арбитраж при МТПП с председателем суда. И вот, пожалуйста, отдельная линия судов. Если нам не нравится общая юрисдикция условная, ну, корпоративный спор вообще под арбитраж подходит, да, вот государственные есть, какие-то другие суды, третейская линия, почему туда не пойти? Так, а в том-то и дело, сейчас, получается, одна из основных проблем сейчас в России, это в том, что у нас корпоративные споры не являются арбитрабельными. А вопрос, что такое корпоративные споры, я сомневаюсь, что найдется хотя бы один юрист, который сможет дать вам стопроцентную гарантию и описать критерии, является ли этот спор корпоративным или нет. Если я покупаю акции, я не знаю, корпоративный этот спор или нет. И получается, что сейчас, когда заключается многомиллионная сделка, никто не примет на себя риск сказать, что да, это не будет корпоративный спор. Ну, то есть написать оговорку, опять же, соглашение, никто не будет просто писать. Да, и стороны рискуют о том, что будет это рассматриваться в арбитражном суде или в каком-то третейском. Это как раз то, о чем я хотел сказать, что вещи иногда абсолютно противоречат друг другу. Мы объединяем два суда вместо того, чтобы у нас был отдельно современный высший арбитражный суд, который за последнее время сделал очень много для открытости процесса. Я считаю, что часть его постановления, обзоров в какой-то степени не революционные, они отвечают потребностям современного бизнеса. Сейчас, по сути, этот суд упраздняет. А с другой стороны, да, мы видим, что у нас большая проблема с третейскими судами, а это невозможно, у нас не может гражданский кодекс существовать. Нельзя просто написать некие инструменты. Стороны должны эти инструменты где-то реализовывать. Право, оно актуализируется именно во время споров, когда стороны идут и разбираются в суде и доказывают убытки. Когда реальное применение уже конкретным ситуациям происходит. То есть в данной ситуации вы полагаете, что на данном этапе, вот на сегодняшний день, при том, что государство видит проблему и в целом пытается, и мы видим сейчас изменения в тот же гражданский кодекс, массовые, огромные изменения, поэтапные, да, происходят. Но, тем не менее, одной рукой у нас одно происходит, и другой рукой совершенно иной формы. Вот вы видите в объединении судов как раз тот самый негатив. Ну, я не буду говорить, что, наверное, это негатив. Я все-таки не занимаюсь судами, но как юрист, который занимается сделками, мне как минимум это не до конца понятно. И я не услышал от представителей государства какого-то внятного объяснения, зачем это делается. Почему высший арбитражный суд к верховному суду, а не наоборот. И вообще, если опять же говорить аналогиями, то, знаете, складывается впечатление, что вот у нас российское право, это как социализм. У нас вот во главу угла это поставлены слабые... Право прям с чем-то советским ассоциируется. Матвей, перебью вас, две минуты новости, возвращаемся в эфир. Итак, мы продолжаем обсуждать тему российское и английское право, сходство и различия. У меня в гостях Матвей Коплаухи, руководитель группы в корпоративной практике слияния и поглощения компании Goldsblad BLP, и Антон Ситников, партнер, руководитель корпоративной практики слияния и поглощения компании Goldsblad BLP. Матвей, с вами мы беседовали вот до перерыва на новости как раз. Я не имею абсолютно ничего против того, чтобы сравнивать российское законодательство с чем-то советским, вот немножко, может быть, таким неподвижным, да, или в каких-то рамках находящимся, но мне просто достаточно интересно как раз, существуют ли, например, какие-то эффективные меры, которые бы, ну, открывали бы двери российского законодательства для того, чтобы меньшее количество сделок происходило по английскому праву, если мы говорим о слияниях поглощениях и крупных и средних сделках. Ну, меры можно разделить, это некое создание условий, когда стороны добровольно будут приходить. Для этого первое, уже многое делается в части гражданского кодекса, это большой плюс. Под большим вопросом стоит то, что у нас происходит в судебной системе. Это скорее, ну, мне кажется, что это больше минус, чем плюс. А вторая категория – это административные методы. И, собственно, та сейчас политика по дефшеризации, которую президент подтвердил в последнем послании федеральному собранию, это тоже мера, потому что государство отстаивает свой суверенитет, оно заставляет компании вернуться в Россию. Это, собственно, тот вопрос, который вы спрашивали. Две российские компании покупают там российский бизнес. Могут ли они сделать английское право? Нет, скорее они не могут. Поэтому, собственно, раньше все создавали офшорные компании или иностранные компании как раз для того, в том числе, не только чтобы уйти от налогов. Я думаю, что сейчас это уже такой больше миф, чем некая реальность. Да, есть оптимизация, где-то удобно, но во многом это делалось именно с точки зрения, чтобы позволить там заключить нормальное соглашение акционеров на иностранном уровне, которое будет выстоять в суде, стороны могут объективно спорить. И когда сейчас эти компании заставляют вернуться в Россию, они будут, естественно, вынуждены использовать российское право. Поэтому это тоже элемент некой государственной политики, безусловно. Ну, я так понимаю, что как раз вопрос деофшоризации это больше вопрос все-таки налоговый. Пожалуйста, говорите, если вы работаете, у вас там есть офшор, но не вопрос, вы только налоги платите по нашим ставкам в наш бюджет, а дальше будьте хоть Кипром, хоть другой стороной, неважно. Но тем не менее. Я вот, может быть, дополнил бы и сделал акцент, на самом деле полностью согласен с Матвеем, но хотел бы акцент сделать, что, мне кажется, наиболее эффективные меры должны быть вот первого характера. Это именно совершенствование законодательства и, на самом деле, даже в большую очередь, в первую очередь, совершенствование правопринятной практики. Пока у нас все-таки, мне кажется, некий перекос на некие такие квазиадминистративные и административные меры. Расскажу там случай, с которым поделился один из моих клиентов, когда у нас некоторое время назад появилась фигура нотариуса при заверении сделок с долями в общество, с ограниченной ответственностью. Появление самой фигуры не означало то, что стороны лишены возможности выбрать иностранное право, если у них есть иностранный элемент. Но по факту они были лишены, на самом деле. Потому что нотариус просто не заверял. Да, я знаю, что есть некоторые нотариусы, которые это делают, но, тем не менее, вот как... А есть желание иногда заключить достаточно сложные взаимоотношения, как-то опционные конструкции и так далее. И вот мне сказал клиент, что они заключали соглашение по английскому праву, касающиеся опционных, непосредственного перехода долей, и заверяли его у немецкого нотариуса. Вот представляете, вот это вот исключительно сделка в отношении российского общества, английского права и у немецкого нотариуса для того, чтобы соблюсти нотариальную форму. Понятно, что есть вопросы в отношении того, насколько немецкий нотариус будет соответствовать тому требованию о нотариальном заверении этого договора, но, тем не менее, при той совокупности плюсов и минусов стороны пришли, как мне кажется, достаточно взвешенному решению, которое позволило им заключить юридически обязывающий документ, соблюсти форму нотариальную, которая требовалась законодательством страны и юрисдикции, где зарегистрировано юридическое лицо, и как минимум лишить сторону, если вдруг одна из сторон будет недобросовестно действовать, ссылаться на то, что форма не соблюдена. Но, знаете, по поводу нотариуса, небольшую реплику, совершенно отвлекаясь от корпоративной практики, дело в том, что иногда бывает, когда супруги заключают соглашение о разделе совместного житового имущества, имущества много, оно может быть сложное, разное и так далее, и соглашение тоже может быть очень сложное, разное и так далее. Так вот, бывает, что нужно обойти несколько нотариусов, прежде чем они заверяют договоренности, которые уже люди достигли, иногда с трудом. А вы говорите английское право, я думаю, что это тем более сложно. Тем не менее, тем не менее, вот смотрите, мы вообще, вот наша страна единственная в такой ситуации, когда не наше право применяется, и даже иногда специально включается иностранный элемент для того, чтобы не наше право применять, не российское. Ну, мне известно, что ряд стран, в частности, бывшего советского блока, тоже примерно в похожей ситуации находятся, но по масштабу важности для глобальной экономики, которую Россия представляет, я думаю, что Россия, наверное, на первом месте, где вот именно практикующие юристы, бизнесмены обращаются к иностранным правовым системам для того, чтобы надлежащим образом приобрести тот или иной бизнес и иметь достаточную степень комфорта. Ну, а, допустим, 30-50 лет назад, какие страны, возможно, оказывались в таких же ситуациях? Вы сейчас сказали про страны СНГ, это, ну, нынешние, они параллельно с нами идут. Насколько мне известно, лет 30-50, возможно, как раз Германия и Франция переходили этот этап, на котором сейчас мы находимся, и они задумывались, они, я думаю, что были в той же ситуации, когда в том числе и экспансия английских фирм была на их рынок. Многие английские фирмы приобретали местных игроков, местные юридические фирмы, и достаточно успешно существовали. После этого они поняли, что на самом деле можно делать в рамках своей правовой системы те же сделки, причем даже не инкорпорируя это в свои кодексы, в свои статуты, исключительно на основании свободы договора. И суды их поддержали в том, что они... Самый важный момент. Мы надлежащим образом рассматривали споры, не пытаясь найти, как правильно сказал Матвей, некую слабую сторону в договоре, попытаться ее защитить, потому что это хозяйствующие субъекты, это коммерческие организации, они действуют на свой страх и риск. Мы не говорим о сделках между крупнейшей энергетической компанией по покупке акций у бабушки или у дедушки, у какого-то, в отношении которого, наверное, действительно, возможно, какие-то специальные действия. Но на самом деле даже в такой ситуации суды в том числе рассматривают, насколько это была действительно сделка хозяйствующим субъектом, насколько было традиционным и ожидаемым, что будет привлечен юрист на защиту, соответственно, интересов по подготовке этой сделки на такой стороне. Если позволите, просто очень ремарку, может быть, немножко в сторону, но в целом сейчас ситуация, которая складывается, на мой взгляд, она немножко опасна тем, что государство, оно берет на себя роль такого, знаете, главы семейства, который вот о всех заботится, о потребителях, просто о гражданах, это в отношении кредитования, в отношении потребительского кредитования, в отношении там, я не знаю, то, что у нас пытаются страховать вот вклады банки. В конечном итоге, когда государство всех... Это советский времен как раз корня. Это как раз то, о чем я говорю. У нас государство воспринимает, что вот наш гражданин, вот надо вот о нем позаботиться, вот он бедный, не дай бог, чтобы он там лишился денег. В конце концов, это приводит к тому, что у нас люди перестают думать сами. Понимаете, они уже не выбирают банки, они уже не думают, какой банк, какой у него рейтинг, куда можно нести деньги, куда нельзя. Они знают, что государство о нем позаботится. И больше всего, столько-то тысяч, сколько выплатит АСВ, да, условно? Конечно. И это очень опасно. Государство не должно вот превращать граждан в такие, знаете, вот овощи, которые вообще не понимают, что они делают. Не надо слишком опекать. То же самое, как с детьми. Если вы будете там ходить за ребенком и просто держать его, не давать ему падать, это приведет к обратному. И с этого ребенка никогда не вырастет полноценный там субъект общества. Вот государство у нас сейчас, мне кажется, совершает именно эту ошибку. Оно везде пытается, вправе в экономике и вправе в том числе. Весь гражданский кодекс, вот такое ощущение, что он прописан под потребителей. Все время боятся, что кто-то, кого-то неравноценные силы, где-то будут юристы, где-то не будут юристы. Некая комбинация кодекса об административных правонарушениях и закон о защите прав потребителей. Это вы гражданский кодекс, так? Это правопримечная практика в отношении него, к сожалению, очень часто. Смотрите, вот если с этой точки зрения как раз последние изменения, лейтмотив, который в кодексе проходит добросовестность страны и добросовестное поведение страны, мне кажется, это маленький, но первый шаг вот именно в том направлении, о котором мы сегодня говорим, потому что до того, как в том числе и сентябрьские были изменения, получалось, что достаточно найти одну небольшую заковыку, запятую в тексте, и уже можно бежать там оспаривать ту же самую сделку, просто потому, что у тебя не получилось ее соблюсти. Может быть, ты ее заключал, ты хотел, но всякое бывает, да, работа для юристов, конечно, это здорово. Но, тем не менее, мне хотелось бы такой вопрос задать. Если у нас применяется английское право, соответственно, у нас есть некий иностранный элемент, да, в сделке, как правило, это сторона сделки, одна из, как минимум, где у нас происходят суды, мы сегодня много обсуждали судебную систему, где судимся, если у нас возникает спор? Если по английскому праву, то, как правило, это третейские оговорки, международные коммерческие арбитражные суды, в том числе и МК, сприт и ПП. Наиболее частое то, что мы видим в сделках, это Стокгольм, Вена, Париж, Цюрих, Лондон, конечно. В зависимости от размера сделки, от того, какого, соответственно, позицию занимает наш клиент, это покупатель или продавец, кто, скорее всего, обратится в суд. То есть, это такой комплексный набор мер. Хотя понятно, что, наверное, при прочих равных, третейское разбирательство признается как достаточно справедливое во всех мною названных инстанциях. То есть, в данной ситуации наше законодательство допускает неопределенность, можно ли делать арбитражную оговорку и соглашением в третейский суд передавать корпоративный спор и вообще корпоративно он или нет. А само английское законодательство, наоборот, это приветствует, но никак не запрещает. То есть, мы совершенно спокойно, находясь под той юрисдикцией, можем даже в нашем суде, тем не менее, третейском международном, судиться по сформу. Правильно я понимаю? Абсолютно так. Ну и более того, и российская правоприменительная практика до, так скажем, ситуации полтора года, наверное, назад, когда возникло известное дело, которое поставило очень большой вопрос. Я бы, наверное, не хотел говорить, что некий крест на неарбитрабильности корпоративных споров. Причем корпоративных спорах в их очень узком, но важном для нас сделочниках в сегменте, сделок купли-продажи акций и долей. И уж если посмотреть еще уже, требования об уплате покупной цены. Но суд, тем не менее, счел, что требования об уплате покупной цены неразрывно связаны с правами на акции и доли. А это, соответственно, должно рассматриваться в рамках государственного арбитража. Хотя, несколько лет назад, еще до этого, Конституционный суд по аналогичному делу, связанному с недвижимостью, сказал, что это не исключительно подсудности, а это водораздел между судами общей юрисдикции и арбитражными судами. А скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, допустим, изменения в этой части были бы шагом, да, навстречу российскому законодательству в этих сделках? Я думаю, что однозначно. А того бы понятно, в какой суд мы идем, если мы хотим идти в Третьейский суд, допустим, да, мы понимаем, что если мы прописали это в соглашение, мы туда и пойдем, а не вынуждены будем все равно идти в арбитраж государства. Я думаю, что однозначно, да, и более того, вектор, существовавший до этого и, в принципе, существующий сейчас, все-таки нацелен на то, на уровне, так скажем, государственной политики и сделанных заявлений о том, что разгрузить перегруженные государственные суды, в том числе арбитражные. Но, тем не менее, ввели корпоративную статью и отдали чисто арбитражам. Продолжим обсуждать этот вопрос ровно через две минуты. Сейчас слушаем новости. Мы продолжаем обсуждать сегодня тему российское и английское право, сходство и различия. У меня в студии Антон Ситников, партнер, руководитель корпоративной практики слияния и поглощения компании Goldsblood BLP. И Матвей Коплаухи, руководитель группы в корпоративной практике слияния и поглощения компании Goldsblood BLP. Антон, мы обсуждали, и Антон, и Матвей мы обсуждали, где мы судимся, если мы применяем английское право и, соответственно, если мы применяем российское право, которое не всегда хочется по ряду причин применять, которые мы сегодня обсуждаем. Почему? В том числе вопросы, связанные с неопределенностью некоторых споров, связанных в итоге с корпоративными спорами. Но не обязательно напрямую в них включающиеся, какие-то, я не знаю, как сказать, околокорпоративные споры. Но, видимо, судя по тому, что действительно есть разногласия в этой точке зрения, пока точку в итоге никто не поставил. То есть нет определенности даже, где судиться. Я уж не говорю, сколько судиться, с каким результатом и так далее. То есть это тоже препятствие. Да, а отсутствие определенности, на самом деле, это тоже не способствует притоку инвестиций, доверии правовой системе в широком смысле и так далее. Но, на самом деле, естественно, и стороны сделок, и их юристы всегда, я думаю, найдут способ, чтобы хоть как-то в ситуации этой неопределенности найти максимальную возможность гарантий. И, как правило, в такой ситуации, к сожалению, результатом было, опять-таки, если взять, например, с нотариусами, не то, что стороны... Уговорить нотариуса. Уговорить нотариуса, да. А поехать в другую страну просто. Да, абсолютно. Если была, например, стопроцентная продажа долей в ООО, ну, приобретатель часто настаивал на том, чтобы была возможность использовать английское право. То есть это приводило либо к тому, что доли вносились в устал какой-то компании, продавали за рубежом, ни по каким, ни по налоговым соображениям, потому что приобретатель настаивал, потому что он будет так чувствовать большую гарантию. А вот скажите, пожалуйста, Антон, мне очень хочется спросить, и я обязательно это сделаю прямо сейчас для наших слушателей. Все-таки мы с вами много обсуждаем, что применяют английское законодательство. Обсудили, что нет уверенности в судебной, скажем так, системе. Обсудили, что российское законодательство, оно более такое вот неповоротливое, с жесткими больше рамками. А все-таки немножко тезисно, говоря о сделках после Янио и поглощения, вот такого рода сделки, корпоративные сделки. Что же отличает некие тезисы, что отличает у нас английское право российское, что можно там, что пока непонятно или нельзя здесь? Ну, мы начали говорить, первое заверение гарантии было, да, у нас вот первое, что мы назвали. Про опционы расскажите, может быть, что-то еще. Ну, давайте я отвечу на вопрос. Да, безусловно, опционы. Это, собственно, нам известны опционы как некие производные финансовые инструменты, но ими, так сказать, вот в рамках гражданского кодекса обычных отношений, там, по покупке бизнеса, непонятно, будут они работать или нет. Собственно, это вот некая такая определенность. Их пытаются конструировать, они не работают. Собственно, если для наших слушателей опцион, это когда одна сторона вправе потребовать, а другая сторона обязана продать. Но, как бы, покупатель, он может и не потребовать, чтобы эта продажа состоялась. Это его право. Вот. То, что отсутствует в российском законодательстве, ну, например, в английском часто используют так называемый инструмент indemnity. Это некая гарантия возмещения убытков. Фактически это означает, где она часто используется, я покупаю компанию, если вдруг окажется, что потом к этой компании, которую я купил, придет налоговая проверка и ты считай от налогов там на миллион рублей, то продавец будет обязан мне выплатить ровно один миллион рублей. Ну, если упрощенно, то вот это так. В рамках российского законодательства это сконструировать невозможно. Убытки это не то, потому что убытки нужно доказывать. И то, что налоговая взыскала миллион, это не значит, что это мои убытки от покупки акций. А можно попытаться сделать это через какую-то неустойку. Я извиняюсь на секунду буквально, Матвей. Есть некие очевидные вещи, да, понятно, что стоит компания, стоит акция. Вот цена компании, цена акции, да, они, мягко говоря, между собой взаимосвязаны. Если с компанией взыскали миллион, она, наверное, меньше стала стоить. Я сейчас совсем уже как-то на пальцах так говорю. Но иногда в суде, когда ты приходишь и говоришь вот такие вот, допустим, слова, они вот эти взаимосвязи, вроде бы у нас есть законные моменты, которые позволяют, ну, начиная от общеизвестных фактов, да, что надо доказывать, что не надо доказывать. Да, к сожалению, суды подходят очень узко. Суды считают, что вы покупаете акции, но не бизнес. Вот у нашей суды, наша система, она не видит связь, что акции – это бизнес. Не говоря уже ни о каких, я не знаю, там, элементах корпоративного контроля, что если это один пакет, это другой, сколько акционеров, потому что можно купить там 30% акций, пакет в компании, где миллион акционеров. И 30% – это, по сути, означает, что вы стали мажоритарным акционером, вы имеете контроль над этой компанией, потому что оставшийся миллион акционеров, скорее всего, никогда не соберется, и вы сможете принимать все решения. Другое дело, если это компания, где всего три акционера, вам для получения контроля там нужно либо 50+, купить, либо 75 и так далее. Вот, ну, не видит наше законодательство вот таких вещей. И судебная практика. Я бы даже сказал, что в первую очередь именно судебная практика. Чего нет еще в российском праве? Договоры эскроу, которые активно используются в иностранных сделках, суть которых заключается в том, что попытаться вот соединить момент продажи акций и уплаты денег, то есть стулья, деньги, вот надо, чтобы не утром, вечером что-то, а чтобы это было все одновременно, чтобы никто не нес риски. Вот эскроу – это означает, ну, опять же, там возможны разные вариации, но если попытаться коротко объяснить, то продавец, вернее, покупатель, перечисляя деньги на банковский счет, например, там, я не знаю, Ситибанк или какой-то любой банк, этот счет открывается и продавцом, и покупателем совместно, этот счет принадлежит им, и эти деньги там блокируются. То есть покупатель, если он вдруг потом передумал, он не может эти деньги вытащить. Они должны договориться. Если они не договорятся, они дадут совместную инструкцию банку эти деньги перечислить одному и другому, тогда банк им скажет, идите в суд, разбирайтесь. В суде они уже разбираются по поводу договора, кто что нарушил. Но деньги заморожены, и я как продавец, я знаю, что эти деньги физически есть, если я исполню свои права, то я эти деньги получу. Более того, они лежат на счете, на них там начисляются проценты, даже если мы будем судиться, глобально я немного… Если кризисы не произойдет, заберет, по крайней стороны судят. Не дай бог. Но не в российском банке, безусловно. Ну да, и не российские деньги, да? Вот. Вот это одни такие, ну, часто встречающиеся… Я, может быть, парочку бы еще дополнил, они на самом деле тоже очень важные. Первое – это по взаимоотношению с третьими лицами и по разрешению тупиковых ситуаций. Это, наверное, более релевантно. Раскройте немножко. Да, обязательно релевантно для именно акционерных соглашений, нежели купли-продажи бизнеса. Но, тем не менее, в развитии того, что сказал Матвеева, про опционы и, в принципе, строящиеся на этих же конструкциях ситуации, когда появляется третий приобретатель. Так называемое право понуждения к сделке и право присоединения к сделке. Это драголон и, соответственно, таголон. Когда стороны договариваются… Ну, это, как правило, опять-таки, релевантнее больше для акционерных соглашений, которые часто, на самом деле, опосредует сделки купли-продажи бизнеса, если состоится некое совместное предприятие. Это когда третье лицо приобретает акции у одного из акционеров. Понятно, что есть там и преимущественные права, которые могут законодательно регулироваться, как в российском праве есть, так и дополнительно контрактно регулироваться. То продающий акционер вправе потребовать остающегося акционера также продать на тех же условиях. Естественно, презюмируя, что третье лицо – это добросовестное, действительно, третье лицо, а не находящееся в неких коммерческих договоренностях с первым продавцом. В противном случае, как правило, выступают и выстреливают инструменты по компенсации этой разницы, если есть некая коммерческая договоренность. И, соответственно, право присоединения к сделке, когда миноритарный акционер, как правило, не готов жить с новым мажоритарным акционером, и он использует ситуацию, когда меняются акционеры, свое право присоединиться к сделке на тех же условиях. И право тупиковых ситуаций, которые вот на самом деле то, о чем, то на самом деле тот камень, об который разбивается большинство совместных предприятий, особенно в российском правовом поле. Если, соответственно, продан какой-то пакет, остающийся пакет у прежнего акционера используется для формирования совместного предприятия, и стороны не пришли к какому-то компромиссу, решению по какому-то вопросу повестки дня, будь то на компетенции акционера. Да, ничего не решили. Плюс один нет ни у кого, допустим. Да, и фактически, что им остается в российском правом поле, это ликвидировать общество на самом деле. А часто мы видим, что такие общества существуют, где есть генеральный директор, который не может там крупные сделки совершать, и непонятно, на самом деле, его полномочия продлены, не продлены, потому что по его кандидатуре тоже не договорились акционеры. В такой ситуации английское право и, опять-таки, большинство зарубежных стран позволяет сторонам эффективно договориться и иметь судебную защиту о том, как же это происходит. Ну, как правило, это обоюдный выкуп на основании тех же опционов, про которые говорил Матвей, либо иные ситуации. Ну, выкуп, как правило, наиболее такая классическая ситуация в разные условия для этого существует. Вот в отношении ликвидации даже очень интересный момент как раз отличие подхода нашего законодательства, судов и английских. Вот в нашей системе, если есть два акционера, вот они находятся в такой тупиковой ситуации, когда никто 50 на 50, они рассорились и так далее. Вот компания может продолжать свое существование сколько угодно, и суды не могут даже с этим ничего сделать, потому что, например, один из акционеров не может пойти в суд и сказать, знаете, я хочу эту компанию ликвидировать и все разделить. Вот наши суды не могут. А, например, английские суды это могут сделать, да, при определенных обстоятельствах, это как исключительная мера, но суд принимает решение, что да, люди находятся, это бизнес. То есть там компания воспринимается именно как бизнес. И акционеры смотрят в ее права. К тем, кто ей владеет, а не как у нас компания. Это компания, у нее свои убытки, у акционеров свои убытки и так далее. Ну, там есть различие, тоже различает публичная компания, частная, то, чего у нас, естественно, нет, потому что у нас, собственно, публичных компаний вообще нет. У нас даже там не Газпром, наверное, Лукойл можно там с натяжкой назвать полноценной публичной компанией. Больше публичных компаний у нас нет, потому что публичная компания, это компания, где у вас вот куча акционеров, там максимальный пакет у кого-нибудь там процентов 10, это уже считается мажоритарный акционер публичной компании. А у нас любую компанию возьмите, у нас везде либо государство, ну и все, либо государство. Скажите, пожалуйста, буквально 30 секунд, видите какую-то линию развития, позитивную, негативную? Кратенько, да, нет? Куда движемся? Однозначно, да. Однозначно, да. Единственное, что, опять-таки, повторюсь, как юридическую квалификацию, условия, очень много будет зависеть от правоприметной практики. На самом деле... Опять возвращаемся к судам. Да, какой-то вот из таких самых ярких, позитивных моментов, которые можно отразить именно на основании законодательства недавнего, да, которое там с 1 ноября в частности вступило в силу, это то, что теперь акционерные соглашения напрямую подтверждено гражданским кодексом, могут подчиняться иностранному праву. Спасибо большое нашим слушателям. Время закончилось. Спасибо, слушайте нас.